Девушки отдыхают Девушки отдыхают Момент постиг все секреты мироздания Вы еще девственницу тут в жертву принесите, сектанты гребаные! Кого ты припер сюда, Бергамотина? Ты смотри, что они творят-то, а? Шаман, в первую очередь я припер людей, нуждавшихся в помощи А нуждались ли они в помощи? Смотри, им и так прекрасно! Думаю, не надо на них уже медикаменты тратить, самим мало! А на этих все как на псах слепых зарастет! Интеллект-то близкий? Интеллект близкий? Чья бы шавка Лайла неверный, сам недалеко от них ушел Небось готов порвать в клочья любого, кто не смердит так же, как ты Пусть так На меня можно не тратиться совсем На мне уж точно заживет И не такое бывало Я благодарен твоему подчиненному за человеческое отношение к нам с братом И вынужден просить его о помощи, пока брату не станет лучше А все расходы на это готов взять на себя Еще одна твоя ошибка, Бергамот Жалко стало, да? Пожалел, бедняжек? Лапки у них сломаны, ой, какой ужас! Но раз сам признался, что заживет, то и делать вам в нашем лазарете нечего Давайте, а чего расселись? Бери своего братика и чеши отсюда, пока я вас лично не вытолкал! С радостью избавлю тебя от нашего общества, как только ты вернешь нам оружие Или какой там курс выдачи собственных пожитков у наемников на сегодня? Прошу оба, может заткнетесь и послушаете немного Уверен, у каждой ситуации есть золотая середина Я не идиот, чтобы давать фанатикам на нашей территории оружие Куда хотите, туда и топайте И скажите спасибо, что не рвали вас на части в подсобке, как вы нашего брата-сталкера Спасибо, но можно только костыли попросить? Мне трудно будет идти А я похож на санитара! Сам попрыгаешь, как ми... Командир наемников не успел среагировать Мурена схватил того за грудки и резко впечатал спиной в стену у самого выхода Нагнулся к нему, вглядываясь в глаза Нагнулся, почти упираясь шеей в лезвие тяжелого ножа Не видел, когда Бергамот успел достать его и тем более заблокировать им брата Что ж, если такова твоя цена за благополучие моего брата, вперед! Рви меня на части, если это прибавит тебе доверия Так ведь должен вести себя сектант, верно? Меня охватил ужас Такой же, как когда я видел грешников на радаре Но там был страх неизвестного, непонятно чего А тут угроза исходит от наемников и неуравновешенного Мурены Еще пару слов, и они правда разорвут друг друга! Благо, под напором Бергамота проповедник решил отступить Не надо! Прошу вас, хватит! Мурена, давай просто уйдем! Слышишь меня? Доверие сектанту? Какое к черту вам может быть доверие? Не ровен час возьмешь вилку и заколешь кого из моих людей? Даже сейчас... Я по твоим глазам все вижу Крови моей хочешь? Вы все фанатики поголовно одинаковые! А ты не сравнивай меня с этими шакалами! И разве ты сам далеко от них ушел? Сам с большим удовольствием стянул бы с меня кожу Не думай, ты хреново скрываешь это Довольно, оба! Может, послушайте провинившегося меня и оцените мой вариант развития событий, а? Я думаю так Если один из моих подопечных Мирный, тихий, безопасный и обездвиженный Почему бы не дать ему отлежаться? А его буйного и в целом здорового брата Мы можем припахать к нашим делам Тем более, если он так просится Чуть тобой стену не вышиб от энтузиазма Таким образом, вы друг друга в глаза видеть не будете Но будет больше возможности к их контролированию Раз они так друг к другу привязаны Итак, ваши предложения, мысли Кто-нибудь? Фанатика посылать, выполнять наши заказы? Ты соображаешь, что несешь? Сектанта-монолита в наши ряды? Ты знаешь, что со мной Север сделает, когда узнает, что мы... Фанатика как собачонку используем Бергамот, это бред полнейший! Выслушав лысого наемника, я вопросительно посмотрел на Мурену Он же никогда на такое не согласится Ему гордость и вера не позволят выполнять поручения наемников Тем более, он уже поцапался с их начальником Антон, во-первых, Север не тебя за них вздернет, а меня А во-вторых, не одного, а с нашей рабочей группой Если эти двое добрались до свалки и попались только с Норком и нам Уверен, в качестве того же отмычки он будет намного полезнее грызуна И боевая подготовка должна быть на уровне, если на то пошло Мы меньше потеряем, чем приобретем от этого Знания о зоне сами собой падают прямо в руки крайне редко Почему бы не воспользоваться ими? Ай, да делайте, что хотите Хоть парк отдыха для фанатиков устраивайте А я руки умываю В воцарившейся тишине после ухода командира Блондинистый наемник глубоко вздохнул А затем, так же резко, но намного тише, покинул помещение В коридоре за стеной послышались удаляющиеся шаги и взволнованное «Шаман, подожди!» Дальше звуки стихли, снова оставив нас с братом наедине Мурена тихо опустился на пол, спиной опершись о мою кровать Опустил голову, сжав виски пальцами И так и остался сидеть, как понурый сторожевой пес Я хотел как-то ободрить брата, но боялся заговорить Злость Мурена может выместить на мне Как обычно делал Оставалось только сидеть в тишине и ждать вердикта наемников Да, попали же мы в историю Невозмутимый кот поднялся на лапы, сладко зевнул во всю пасть И потянувшись, снова повалился на бок Вот ведь хорошо, животине Бегает куда хочет, и ничего ему решать не нужно Ни стыда, ни совести Так, балабонь быстрее, чё надо? Я предложил уйти лишь потому, что этот наемник приказал Я испугался, что вы поубиваете друг друга А что нам делать, не знаю Если пойдем отсюда, то я буду для тебя огромной обузой Мы делаем все, чтобы вывести друг друга из себя Но убивать его я не стану Иначе нам с тобой точно не жить А тебе пришлось достаточно перетерпеть ради их помощи Еще раз скажешь, что ты обуза То пеняй на себя, братец А ты сам Ты хочешь остаться здесь? Выполнять на наемников задания? По крайней мере, не хочу тебя оставлять наедине с ними Особенно с этим напыщенным индюком-шаманом Хрен его знает, что от него ждать Может, пока меня не будет, он воспользуется своей вседозволенностью Но с другой стороны, как я понял Здесь не все такие, как он Как минимум, этот Бергамот раз за разом встает на твою сторону А если они будут брать меня в зону Я смогу как-то отплатить им за то, на что они пошли, принимая нас Чем-то рожиться А еще Я же твою сумку просрал там, на радаре Может, мне удастся найти что-то тебе на замену? Это не будет так же наворочено, но ты сможешь этим воспользоваться в своих нуждах Может быть, Великий позволит найти что-то, что поможет тебе скорее излечиться и встать на ноги Расскажешь, что тебе было бы нужнее всего для своих этих научных дел? Ну, разные пробирки, горелка, резиновая трубка, пинцет, напильник, клизма И смотря какой артефакт будет под рукой Каждому типу свой подход На всякий случай я замолк, изучая взглядом насупившегося брата Пожалуй, не стоит его лишний раз перегружать Каждый раз, когда я начинал рассказывать ему про тонкости работы с аномальными образованиями Вся информация сбивалась в голове в бесформенную кашу Единственное, что он запоминал без проблем То, что требовалось достать Как оно добывается, в основном он соображал по ходу дела Но тогда у нас были ресурсы, поддержка, банально своя одежда и оружие Сейчас же ему наверняка доставит хлопот даже мой небольшой список Постараюсь раздобыть все, о чем ты просишь И рисково, конечно, но могу побыть твоим лаборантом Примешь? Ответить я не успел В коридоре вновь раздался шум Кто-то бодро шел в направлении нашей палаты Сердце сжалось под ребрами, нехорошо заныв Неужели... Это за нами? Начальник этих наемников принял свое окончательное решение И выслал своих людей выдворять нас? Явив на пороге знакомого нам наемника Ну что, други, за себя можете не волноваться Скажем так, я подшаманил Только вот ты, Мурена, расскажи, чем можешь быть полезен, чтобы я тебе в отряде роль определил Не нужно было так, ну, заступаться за нас Сам факт того, что наемник, можно сказать, горой за нас стоит перед лицом своих соклановцев В голове не укладывается Это как если сказать, что Кровосос пошел к профессору Сахарову сдавать курсовую на тему ноосфера И ее роль в жизни тушкана матери-одиночки семерых детей Бред одним словом! Ах, не обращай внимания и не принимай близко к сердцу Мы давние друзья, не первый раз цапаемся Честное наемничье С тобой прокатит Ты добиваешься доверия со всех сторон Но что будет с моим братом, когда я покину его? Откуда мне знать, что к нему не придут и не будут над ним издеваться? Тот же твой командир, так ненавидящий нас О нет, шаману есть чем заняться С твоим братом я оставлю одного из наших людей Мирного, неиспорченного зоны И заинтересованного в контакте не меньше моего Ну ладно, склонен тебе верить А ты, брат, веришь? Отпустишь меня вместе с ними? Готов остаться с кем-то мирным и неиспорченным зоной в помощниках? Я сомневаюсь, что такие есть Да и вообще Я-то здесь буду ненужным мешком лежать А ты неизвестно где и неизвестно сколько шататься Уверен, что так надо? Это противоречит нашей вере Но может помочь скорее восстановить силы И не быть обузой тем, кто взялся за нас Я не уверен, что так надо Но это какая-то возможность Бергамот не влезал Спокойно ждал, когда мы решим между собой Внимательно посматривая то на меня, то на Мурену Я отчетливо замечал блеск заинтересованности в его глазах Отвечать я не стал Знал позицию брата и его неутомимое шило в заднем месте Только неуверенно кивнул головой Если что, я всегда буду на связи с тем, кого оставлю с твоим братом Если возникнут подозрения, сможете связаться через нас, договорились? Допустим Так, тогда о тебе и твоих способностях как сталкера, если можно Обо мне, о способностях Обычный воин великого монолита Заточен на борьбу с неверными любыми способами Разбираюсь в мутантах, их поведении Способах мирно с ними расходиться Знаю аномалии, умею вытаскивать артефакты Находить тропы в полях Ориентироваться на местности Ничего особенного Брат отвел взгляд А я почти физически ощутил, как его покоробил его же рассказ Проповедники Не добываться ничего, кроме славной смерти в ближайшем бою Человек в высшей степени заменимый От таких мыслей глубоко в душе тягуче защемила тоска Вот оно как Признаться, ожидал какой-то отдельной специализации У него есть так называемая специализация Он не просто боец монолита, а великий проповедник Великий мастер Мурена Слово Великий Вам что-нибудь говорит? Честно сказать, нет А что это у вас значит? Ничего не значит Молитвы читаю почаще Бойцов на путь воина наставляю Все Вам от этого никакой пользы не будет Я назвал то, что полезно конкретно для вас Вы неверные, а не сыны совершенного Вам этого даже знать не обязательно Ну, раз так, то ладно, не настаиваю А ты? Чем занимался? Ведь ты тоже из великих, а? Я? Я алхимик Ну, смешиваю всякое в пробирках Яды, кислоту, алкоголь, артефа... Короче, смешиваю всякое Иногда полезное Алкоголь? Да, вера и взгляды на мир бренны А сочетание экспериментов и спирта вечно На короткое время он отвел взгляд Но этого было для него достаточно Чтобы пропустить, как Мурена Выразительно поднял на меня глаза В них отчетливо переливалась Всеми оттенками очищающего пламени Легендарная гиенна огненная А вскоре моя душа должна была пополнить Число тех несчастных, уже горящих в ней вечность И карающий огонь будет неспослан на меня Как только наемник покинет помещение Наболтал я слишком лишнего Странные вы, ребята Странные, но интересные Думаю, мы станем хорошими друзьями за то время Что вы будете у нас обретаться А пока я должен идти Позже пришлю кого-то с вещами и конкретным приказом А вы, если надумаете поболтать Осторожней будьте Тут кабинет бабули недалеко Он не во всех своих состояниях понимающим бывает Это так, для справки С привычным дружелюбием Бергамот шутливо салютовал нам И с видом человека, преисполненного чувством Выполненного большого дела Бодрым шагом покинул кабинет А в лазарете вновь воцарилась тишина Пугающая, будто штиль перед надвигающейся бурей Ну что, доволен? Все ему вывалил? Или еще осталось много чего интересного? Форменный придурок Даже не заметил, как тебя тут допрашивали А что, если он не для своих личных целей? А что, если он сейчас пойдет и выложит все это гребаному шаману? Мурену прорвало Всю лавину негатива он снова вытерпел при неверном И в полной мере выливал на меня наедине Без опаски быть услышанным Давай, разболтай про братство все, про обитель То, что братья отреклись от нас Не дает нам права распускать языки и предавать их в ответ Особенно, если мы хотим пожить подольше Без происшествий и на свободе Очнись! Мы здесь никто! И всякие приставки типа «великий мастер» Здесь полная херня Они нам не помогут здесь Все, что у нас есть, это наши руки Голова и знания Переданные нам нашими учителями Я сам виноват Начал болтать много лишнего Не нужно останавливаться Это было в воспитательных целях Ты сам так говорил Иначе же я не понимаю Обещаю, теперь буду молчать О, монолит! Как же я опозорил нас перед еретиками И сколько раз уже! А теперь... Теперь и правда вывалил им ценную информацию о нас с братом И рассказал это наемнику Пусть дружелюбный к нам Он оставался представителем синдиката Объединения на редкость меркантильных сволочей Готовых за хорошую сумму продать даже собственное начальство И если он окажется не таким, каким он кажется мне Чего ему стоит доложить об услышанном начальству Или продать нас втридорога? И тогда наше путешествие закончится по-настоящему Закончится так, что мы будем мечтать о холодных подвалах И безжалостных методах наших инквизиторов Мы окажемся в настоящем плену Где из нас вытянут все, что только можно Морально и физически А потом нашей кровью напишут какой-нибудь научный трактат И наверняка схлопочут пару-тройку особо крутых премий И будут радоваться и плясать на наших изуродованных телах А потом чуть живых, но бесполезных Выкинут как мусор на съедение мутантам Человек странности, Кирилл То подрубаешь гордые крики То приумоляешь свою роль и способности Просто я не знал, что ответить Бергамоту Если хочешь, я не буду ни с кем разговаривать Ни на кого внимания обращать не стану Но опасаюсь, что меня могут вынудить Может, ты был прав и проще меня языка лишить? Придурок Нет, ты разговорчивым нужен В том числе и с неверными Просто с ними попытайся не затрагивать Тему устройства Братства Нашего быта и специфических занятий Особенности территории и санов Это может быть опасно А все остальное, что касается только тебя Зоны и мало ли чего еще Свободные темы За них нам и Братству не будет ничего грозить Хорошо Я постараюсь Но я тебя разозлил Подставил перед наемником Могу я как-то попробовать Загладить свою вину Сделать хотя бы что-то в таком своем уродском положении Можешь, например, пореже самостоятельно смешивать себя с грязью Но почаще давать мне отпор и останавливать меня, если творю несусветную херь А еще быстро думать головой Вот И в лаборанты возьми для полноты картины Ладно, я запомнил А в лаборанты не возьму Никоим образом Ты своими лапищами можешь только кровососом шеи сворачивать А в изготовлении новых артефактов Нужна тонкая ювелирная работа Образно говоря Пшполоукладчик не выполнит работу хирурга Здравствуйте А я вот вам покушать принес Я с Муреной, дернувшись от неожиданности, синхронно повернули головы на незаметно вошедшего Им оказался совсем пацан Мальчишка держал в обеих руках железный поднос с двумя глубокими тарелками и четырьмя ломтями хлеба От тарелок заманчиво поднимался пар и соблазнительно пахло чем-то давно забытым По-настоящему домашним Я это... Вы кушайте, а я пойду ваши вещи перенесу Шаман попросил Медузу зайти к нему через полчаса, хорошо? Мурену Вероятно, он просил зайти Мурену Хорошо, я понял Поможешь потом сориентироваться? Да, хорошо Я скоро приду Ничего больше не сказав, он выскользнул в коридор За стеной послышались спешные удаляющиеся шаги А ты, похоже, своим видом напугал малыша Скажи же, довольно милый мальчуган, а? Он похож на юных учеников братства Зона по нему проехалась, это заметно Но он остался при своем Интересно, типаж Если ты тот, с кем хотел оставить тебе Бергамон в мое отсутствие Я опасаюсь намного меньше Как же давно я не ел нормального горячего супа Все перебивался консервами всякими Чему желудок не очень-то был рад А сейчас он радостно принимал такую непривычную для себя пищу Как наемникам удалось в условиях зоны приготовить это? Или суп тоже был консервированным? Мальчишка прибежал обратно, когда я закидывал в себя последнюю ложку Мурена же к своей тарелке не притронулся А все это время хмуро поглядывал на меня в молчании Вот, шаман сказал дать вам его Чтобы за пределами базы проблем не было Мало ли Малец осторожно протянул моему брату Новенький комбинезон наемника Глядя так, будто несет кусок мяса Дикому агрессивному тигру Однако заботливо Просто аттракцион невиданной щедрости какой-то Думал он меня прямо так выпрят Впрочем, неважно Мое имя ты знаешь? А тебя как зовут? Молодой наемник помедлил, теребя рукава своей куртки Рассматривал широкую ладонь Мурены, сутули в плечики и слегка подавшись вперед, словно маленький зверек, принюхиваясь к человеческой руке Наконец, он робко протянул свою ладошку проповеднику Я Артем И меня от Зоны нет? Даже так? В таком случае дополни информацию о нас Мое имя Александр, прозвище ты уже слышал Брата зовут Кирилл, прозвище Хром Приятно познакомиться Кивнув мальчишке, Мурена взял со стула принесенную ему форму и ушел к своей койке В неловкой тишине до нас доносилось шуршание одежды и тихое болезненное шипение брата Раны все еще его неслабо беспокоили, а этот дурак успел к неверным навязаться И все равно я невольно улыбнулся Все же монолит нас бережет В первую очередь от наших безрассудных действий и странствий в темноте Без возможности к передышке и нахождение мирного места для себя Пускай наше нынешнее положение и отношение к неверным по сути Целый скоб смертных грехов Отмаливать их, кажется, теперь придется не только Мурене, но и мне Причем очень долго Брат вывернул из-за шкафа Даже из довольно простой для наемников экипировки он сумел выжать максимум строгости и возможного функционала Будто это был его привычный пестрый комбинезон проповедника Но такое сравнение здесь мог дать только я Для остальных же он выглядел наемником Подтянутым, суровым и педантичным в сфере своего имущества и внешнего вида Да, вы удивительно похожи Чую, если Бергамот приставил к моему брату именно тебя Бояться мне стоит только того, что неловкое молчание в этой комнате Продлится до самого момента моего возвращения Похоже? Почему это? Пообщайтесь и узнаешь Так, расскажешь, куда идти к этому шаману? Да-да Мальчишка быстро закивал и, как в первый раз, поспешил к выходу, обходя Мурену чуть боком Боится он его только из-за принадлежности к Монолиту? Выйдя в коридор, наемник выглянул из-за угла, вопросительно глядя на проповедника, призывая его так идти следом Мурена замешкался Он явно ожидал словесного ответа, но не сопровождения Кивнув парнишке, он шагнул к моей кровати Скоро буду, брат, в любом случае, не скучай Помещение опустело и основа остался в тихой комнате На этот раз совсем один Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон»